Всем привет, меня зовут Никита, мы находимся в студии Battlestate Games. Прошло две недели и мы готовы представить вам новый деньник разработчиков. Он у нас будет про моделирование, текстурирование и всевозможный арт. И про все это сейчас расскажет вам Александр, ведущий специалист этой замечательной области игровой индустрии. Меня зовут Александр, в студии Battlestate Games я являюсь руководителем отдела 3D-графики. И сегодня мы хотим рассказать о нашем отделе, как мы работаем, какие задачи перед нами стоят и как мы их выполняем. Графическая составляющая имеет огромное значение для игры, варенец которой сложно недооценить. Это комплексная задача, каждый элемент который очень важен. Сначала мы ищем их референс, готовим фотоматериалы, мы выезжаем сами на различные объекты и фотографируем их. При необходимости мы дополняем их планами, чертежами и технической рекомендацией. Далее в дело вступают художники, которые собирают все объекты в единую композицию. Меня зовут Влад, в Battlestate Games я являюсь одним из художников-концептеров. Мои обязанности входят в препродакшн проекта Escape from Tarkov, дизайн локаций, персонажей, а также множество других графических задач. Со всей нашей любовью к реализму и имеющихся у нас в живых референсах мы все же стараемся создать наиболее удачный визуальный образ, чтобы представить привычные обыденные вещи интересными, выразительными, а также оправданными как геймплейно, так и сюжетной составляющей игры. Теперь мы можем начинать собирать локацию. Давайте остановимся на небольшом фрагменте знакомой вам карты и рассмотрим создание отдельно взятых элементов окружения. Меня зовут Алексей, на нашем проекте среди прочего я занимаюсь тем, что связано с окружением. В мои задачи входит в том числе и создание архитектурных сооружений. Перед вами черновая модель здания, предварительно собранная в 3D-редакторе. В этой модели уже утвержден план здания со всеми коммуникациями и помещениями. На следующем этапе работы мы разбили здание на модуле. Наружные стены, комнаты, коридоры и лесничные пролеты. Это было сделано для детальной проработки отдельно взятых узлов для удобства и оптимизации работы в движке. Дальнейшая настройка всех модулей продолжается в игровом движке. Тут вы видите настроенные материалы со всем наполнением. Мы используем материалы, которые позволяют смешивать текстуры по Vertex Color. Для этого мы специально делаем более плотную сетку, чтобы рисовать по ней. После того, как работа с настройкой здания завершена, можно наполнять его прессами. Меня зовут Максим, я 3D-моделлер. В нашей работе очень важно уделять внимание мелочам. Именно они создают нужную и правильную атмосферу. Сейчас на примере объектов локации общежития расскажу о процессе их создания. Даже таким, казалось бы, обыденным вещам, как обычная дверь, мы уделяем достаточно много внимания. Как в обычной жизни, мы собрали дверь из досок, создали высокополигональную модель, были заскульпчены сколы, потертости. Далее была создана низкополигональная модель для движка. Как вы видите, сетка достаточно упрощена. На последнем этапе запекается карта нормалей и создается текстура. В текстуре дорабатываются совсем мелкие детали, добавляется мелкий рельеф, потертости, загрязнения. Одна из моделей общежития это типичная советская газовая плита. Мы тщательно проработали все элементы модели, что позволяет нам, к примеру, открывать дверцу, раскидывать противни. Как вы можете видеть, плита отлично вписывается в окружение советской общаги. Давайте посмотрим еще несколько объектов, которые хоть и являются второстепенными, но все равно досконально прорабатаны. Это лишь малая часть моделей, которые требуются для наполнения одного небольшого здания. Но у нас есть еще и окружение, для которое требуется огромное количество моделей. Меня зовут Максим, я 3D-моделлер. Открытый мир подразумевает под собой огромное количество техники, от классики 90-х до современных моделей. А с нашим упором на реализм требования к реализации техники значительно выше, нежели в других проектах. На примере ВАЗ-2106 я покажу пайплайн при работе с техникой. В начале была сделана высокополигональная модель, на которой мы детально проработали все элементы. Далее мы сделали игровую модель. На нее была запечена вся мелкая детализация, которая присутствовала на хайполе модели. Модель мы решили разбить на несколько материалов. Корпус, салон, двигатель. Это позволяет нам добиться максимального качества. Вот так выглядит модель после окончания работы с текстурами. Теперь нам остается экспортировать и настроить модель в движке. Сейчас мы посмотрим на другие объекты окружения. Тут вы видите финальные игровые модели с текстурами, настроенными материалами. Подход к работе не меняется. Также предварительно была сделана хайполе модель, были заскурчены сколы и мелкая детализация. Далее была сделана игровая геометрия. Запечены мелкие детали в Normal Map, нарисованы текстурой. Для наполнения больших пространств необходимо иметь большое количество универсальных объектов, к примеру, строительного мусора. Для этих моделей мы сделали затайленную текстуру мусора. Для нее мы использовали заранее заготовленные объекты. Мы расположили их на поверхности, что дало нам возможность получить все необходимые для текстуры карты. После этого была нарисована текстура. Вот готовая модель. К ней для объема добавляются дополнительные объекты. Похожий подход к работе использовался и для других текстур. В работу над окружением также входит работа с растительностью. Это деревья, кусты, трава, сухие ветки, пни. Так как растения на карте занимают довольно большую часть, тут важно сделать не только красивый и интересный вид, но и также оптимизировать их для игры. Для создания растений мы используем программу Speed3. Она дает нам возможность в короткие сроки при правильной настройке генерировать различные растения. Для оптимизации все элементы растения собираются в один большой атлас. Далее подготавливаются в заготовке. После чего мы экспортируем их к Speed3. Теперь остается только настроить лоды. Последний лод модели это транспарант. Всего один полигон, который всегда развернут к камере. Мы вам успели показать лишь небольшую часть по созданию визуального наполнения, что конечно же очень важно для игры. Но это еще не все. Перед нами есть еще две большие задачи. Это создание персонажа и оружия. Меня зовут Иван. На проекте Escape from Tarkov я работаю над созданием персонажей. Создание персонажа начинается с изучения референсов и очень детального концепта. Каждый элемент одежды и снаряжения прорабатывается отдельно для того, чтобы персонаж выглядел максимально правдоподобно. Все наши персонажи имеют сложную кастомизацию. Тело персонажа разбивается на три элемента. Голова, торс и ноги. Это сделано для того, чтобы мы могли полностью поменять внешний вид персонажа. Также у нас есть возможность надевать на персонажа разную амуницию. Различные бронежилеты, разгрузы, рюкзаки. Выходит большое количество различных вариаций. К примеру, только разгруз, разгруз на легкий бронежилет, использование рюкзака без разгруза и бронежилета, либо совсем вместе. На примере одного из персонажей Дикого я вам покажу основные этапы работы. Мы долго экспериментировали над созданием персонажей и в итоге выработали такую схему работы. У нас есть базовая модель бойца для каждой из сторон конфликта. На основе этой модели мы по реальным лекалам и чертежам создаем тот или иной предмет одежды. В данный момент это куртка для Дикого. Эта программа позволяет нам в реальном времени физически корректно генерировать поведение тканей. Это значит, что все складки на куртке выглядят так, как они выглядели бы в реальной жизни. Когда основная модель нас устраивает, мы все выгружаем в Zbrush, где дорабатываем на предмет мелких деталей. Все это делает наших персонажей интереснее и добавляет им харизмы. На следующем этапе на основе высокополигональных моделей мы создаем игровую модель. После этого приступаем к работе с текстурами. В результате мы получаем игровую модель. Меня зовут Дмитрий. В проекте Escape from Tarkov требуется большое разнообразие персонажей, а главная отличительная черта внешности любого человека — это его лицо. За это как раз отвечаю я. Лицо человека — это его индивидуальность. Для придания уникального характера каждому персонажу мы подбираем разные фотографии в плане референсов, из которых мы формируем собирательный образ. После этого мы передаем модель в отдел аниматора. Меня зовут Влад. Я являюсь разработчиком вооружения в Escape from Tarkov. Учитывая мой многолетний опыт в разработке вооружения, для меня попасть в команду разработчиков EFT стало настоящим подарком судьбы. Показанная нами ранее насыщенная кастомизация стволов не смогла бы выглядеть столь убедительной без той аутентичности, с которой они были воссозданы. В нашем случае вы можете наблюдать и работать с конструкцией оружия на экране кастомизации, удаляя ту или иную часть. Во время моделинга того или иного ствола тщательно изучается каждая его деталь с учетом всех нюансов и даже годы его выпуска. Разные виды стрелкового оружия имеют сложную кастомизацию. Мы создаем досконально проработанную модель со всеми возможными деталями. Винты, пружины, механизмы. Грамотная оптимизация сетки игровой модели и запекание всевозможных сложных форм помогает передать полностью воссозданный облик оружия в игре без ущерба для производительности. Значительная часть времени выделяется на текстуры. Каждому оружию задается необходимый ему внешний облик в зависимости от того, успели им изрядно попользоваться или только что приобрели его торговца. В процессе интенсивной разработки незначительные конструктивные упущения обязательно поправляются, в том числе благодаря активному участию комьюнити, за что некоторым из них действительно можно сказать спасибо. Забегая немного вперед, можно сказать, что весь список игрового оружия будет очень большой и даже самый искушенный игрок сможет найти себе ствол по вкусу. Итак, подошла к концу очередная часть дневников разработчиков. Очень надеемся, что вам все понравилось. Если вам не очень все понравилось, то заходите на наш сайт, на наш форум и можете об этом рассказать, как вам все понравилось или не понравилось. Также подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт skfromtarkov.com. Ну и все ближе и ближе. Берта все ближе и ближе. Алифа все ближе и ближе. Много интересного нового материала, который развеет все ваши сомнения, если они до сих пор у вас остались. Оставайтесь с нами и в хорошем настроении. Продолжение следует... Продолжение следует...